Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами про сенсорную интеграцию, про ее самые распространенные мифы и вообще, что такое сенсорная интеграция. Итак, поехали! Смотрите, очень часто мне специалисты пишут, если у ребенка сенсорные нарушения, значит это аутизм? Я хочу ответить вам сразу, значит это бред. Почему? Потому что дисфункция сенсорной интеграции, она может быть и имеет право быть вообще при разных других состояниях, нарушениях, синдромах и нозологиях. Ну то есть сама дисфункция сенсорной интеграции не является ядерным таким красным флажочком аутизма. Там будет другая триада симптомокомплексов. Какая? А именно это синдром тождества наблюдаемый, то есть стереотипный тип мышления. Не путайте со стереотипиями моторными. Это тоже может быть даже при интеллектуальной недостаточности. При аутизме у нас будет нарушение аффективной сферы и дефицитарность или искажение контакта коммуникации. То есть мы и да, может быть сенсорные нарушения, но они не основные. То есть сенсорные нарушения могут быть при интеллектуальной недостаточности, при СДВГ и вообще при чем угодно. То есть по одному симптому мы не определяем нарушения. Теперь какие бывают сенсорные нарушения? Есть гиперчувствительность. Запомните очень просто. Сенсорная защита. То есть защищается ребенок от внешних стимулов. Боится громких звуков, закрывает уши. Боится стричь волосы, стричь ногти. Дальше он будет такой тревожный ребенок, некоммуникабельный. То есть у него такой повышенный страх. Будет такой вот очень осторожный. Он боится вот этих всех больших качелей, всех вот этих всех историй. Может быть пищевая избирательность. Но опять-таки надо все дифференцировать с другими состояниями. И есть наоборот гиперчувствительность. Это наоборот полностью контрапунктное состояние предыдущему. То есть это когда у ребенка сенсорный поиск. Он все время в движении двигается, забирается на нестабильные поверхности. Кусает себя, щипает себя. Может, не знаю, залипать на сенсорных играх. Потом что еще у него может быть? Может ногой бить, знаете, таскать тяжелые предметы. Ну, очень много всего. И это будет как раз-таки уже сенсорный поиск. Есть, конечно, третье состояние. Это когда смешанное. Немного того, немного того. И вот про это мы тоже будем говорить с вами на вебинаре по сенсорно-интегративной терапии. И вот следующий пункт. Мое мнение по поводу сенсорной интеграции. Вообще это американская методика. И она идеально подходит для Америки. Это некоррекционная методика. Услышите сейчас меня. Некоррекционная. Мы сенсорной интеграцией ничего не корректируем. Почему? Потому что это психотерапевтическая терапия. Ну, то есть мы можем только... И она цельна на адаптацию. Между словом адаптация и коррекция есть колоссальная разница. Я думаю, что вы поймете. В чем она? Если нет, то Google вам в помощь. Соответственно, мы можем адаптировать ребенка только. А это значит, что мы не будем корректировать. То есть если у него стимы, мы не будем их убирать. Мы будем их адаптировать. Понимаете, да? Потому что их невозможно убрать. Все. То есть есть уже нарушение. То есть, грубо говоря, вот у вас тоже есть сенсорные нарушения. Вы, например, ненавидите, когда вилочкой по тарелочке так делают. У вас... Как это можно скорректировать? Сидеть вам вилкой, долбить около уха, пока вы не привыкнете? Нет. Это формировать ваш невроз и психоз. Зачем? Вы просто избегаете этого состояния. Или, например, вы знаете о том, что у вас жуткий страх кататься на американских горках. Вот просто вы в панику впадаете, краснеете и еще можете в обморок упасть. И тогда вы как адаптируетесь? Вы избегаете этих активностей. Логично, понимаете? Но когда касается детей, почему-то все хотят изменить ребенка. Коллеги, остановитесь. Перестаньте играть вот в этот комплекс спасателя, бога вот этого. Это вот второй миф. То есть методика, она американская, она нацелена на адаптацию. И она идеально подходит для Америки. Почему? Потому что там акцентуированная толерантность, которой нет в России. И я считаю, что слава богу, что у вас нет этой акцентуированной толерантности, чрезмерной. Понимаете? Да, мы очень толерантное общество на самом деле. Но у нас все равно мы боремся за детей. Потому что там, знаете, до пяти лет, нам не важно какой у тебя диагноз. То есть, плохо тебе ребенку или нет, мы тебя принимаем, какой ты есть. А у нас логопеды-дефектологи вытаскивают реально детей из самых сложных случаев. Но это уже такая история. Поэтому в нашей стране, на мой взгляд, в чистом виде сенсорной интеграции она вообще не подходит. У нас воспитание другое. Но представьте себе, это методика, где просто очень все плавно, мягко, ребенка не заставляют что-то делать. И вот такой родитель, в нашей стране родители будут за занятие такое платить? Конечно же, нет. Понимаете? Где вот, как бы он говорит, а чем вы занимаетесь? Давайте дайте ему результат. Нам нужен результат. У нас другой менталитет, другой культурный код. И поэтому эту методику надо адаптировать под наш культурный код. Следующий миф, третий главный миф, это миф про то, что многие специалисты думают, если они занимаются в сенсорных коробках, ныряют бесконечно в эту гречку, заворачивают детей в коврике под музыку, проминая их фитболом, прыгая на батуте, качая в гамаке и что-то там сортируя. А ребенок просто орет в этом гамаке или орет в этом коврике, а ты его продолжает, специалист, заворачивать, он думает, что он работает с сенсорными системами. Нет, он работает с тем, что приводит ребенка в кататоническое возбуждение или в какой-нибудь психоз и формируя невроз, но никак не работает с его сенсорными системами. Это тоже не сенсорная интеграция, да, то есть и поэтому не просто так я, например, не использую сенсорный материал на занятиях, но я говорю это сенсорно-интегративный тренинг, то есть это сенсорно-интегративный тренинг, это не терапия. Да, то есть я адаптировал сенсорную интеграцию под тренинг и тогда это круто работает, то есть я беру не полностью методику, а я беру ее основную суть и основную ее часть, адаптирую под культурный код нашей страны, адаптирую под ту категорию детей, которые ко мне приходят и все случается. Вот именно про это мы с вами будем говорить на бесплатном вебинаре, ссылочка в описании под этим видео, обязательно запишитесь и что вы думаете на этот счет, тоже пишите в комментариях. Спасибо.